Широко обсуждаемым прошло объявление о реформе МВД. Существованию многочисленных служб приходит конец. Ударная сила внутренней войска были выделены в состав Национальной гвардии, которую возглавил Виктор Золотов. Он же много лет курировал президентскую охрану. Для чего создана наша Национальная гвардия и какие проблемы остаются? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился директор Центра изучения прикладных общественных проблем, военный эксперт Александр Жилин. Великолепному либеральному правительству протестные настроения растут как грибы. При этом Александр Жилин отмечает другую важную проблему. Правительство-то никуда не делось. Может, и с ним нужно что-то сделать? Понятно, что протестные настроения будут высокими, и я не исключаю, что придется применять тоже гвардию для того, чтобы наводить порядок. Надо же в комплексе решать вопрос. Если правительство проводит такую политику, которая вызывает рост протестных настроений, то разве можно это компенсировать гвардейскими подразделениями, так называемые? Нет, конечно. А пока в интернетах недоброжелатели проводят высосанные из пальца параллели между нацгвардиями разных стран, военный эксперт уверяет, наша Национальная гвардия защищает страну от разрыва на части. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».